Барселона сказала Умтити найти команду до конца июня. Юви хочет арендовать у Челси лучшего игрока чемпионата мира У-20. Арсенал уверен, что купит Хаверца и Райса. Юнайтед надеется, что Кейн не уйдет из Тоттенхэма до следующего лета. Манчестер Юнайтед следит за лучшим бомбардиром Астанвиллы Уолли Уоткинсом. ПСЖ интересен Гольярдо. Экс-хавбэк парижан взял два кубка Либертадорос во главе Риверплейт. Бавария и Куатер Айруэй смогут продлить контракт. Клуб рассчитывает на социальные проекты в Катаре. Тоттенхэм выкупил Кулусевский у Ювентуса за 30 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан до 2028. Реал арендует 33-летнего Хаселу за полмиллиона евро с промо-выкупа. Форвард снизит зарплату. Спертиан интересен только Милану в Италии. Контактов с Краснодаром пока не было. ЦСКА выкупил Мойзуса у Интер и Национала. Контракт с защитником до 2026 с опцией продления. Челси предложил Интеру обмен Лукаку на Баррелло. На Радзуре интересно только аренда Ромеллу. Арсенал надеется, что Челси снизит цену на Хаверца до 60 миллионов фунтов. Игроку готовы платить больше 200 тысяч фунтов в неделю. Вердикт по делу Алвеса вынесут в октябре-ноябре. Экс-игроку Барселона грозит до 12 лет тюрьмы. Аталанта оценивает Хойлунда в 100 миллионов евро. Юнайтед не будет делать таких предложений. Реал на Лунина не рассчитывает и может сделать его третьим вратарем. Если не продаст, украинец хочет остаться. Сын Дэвида Бэкхэма и Брэнфорд подписали контракт по схеме 1 плюс 1. Азар склоняется к завершению карьеры. Экс-игрок Реала интересен клубом МЛС. Ливерпуль и Порту интересуются Варрелло и Сбокки. Отступные опорника 15 миллионов евро. Экс-ассистент Гвардиолы Мореско возглавил Лестер. Контракт до 2026. Перес хочет дать Зидану должность в Реале. Это может повлиять на приглашение Киллиана Мбаппе. Юнайтед подтвердил уход Джонсона и Туанзеби и продолжает переговор с Дэхея о новом контракте. Вратарей Хитона и Бишопа продлили. Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти. Бавария и Ким Миндже почти согласовали контракт. Защитник Наполи обойдется дешевле 60 миллионов евро. Барселона хочет в кратчайшие сроки отправить Самуэля Ум-Тити в другой клуб. Как утверждает Диарио Спорт, Блоу Грана призвала агента француза заняться поиском новой команды, намереваясь до конца месяца уменьшить расходы на зарплаты. В Барселоне знают, что 29-летний футболист вел переговоры с Леоном и неназванной итальянской командой. Однако появление варианта Саудовской Аравии может замедлить трансферный процесс. Руководство чемпионов Испании хочет избавиться от его контракта, рассчитанного до 2026-го, но при этом получить хоть какую-то выручку. В остальном ограничений нет. В Ювентус может перейти лучший игрок молодежного чемпионата мира Чезаро Казадеи. Как сообщает газета Делла Спорт, интерес к нему появился на фоне предполагаемого желания Челси подписать форварда Туринца в Душана Влаховича. Синие хотели бы отдать полузащитника в аренду в сильный клуб. Туринцы предпочли бы арендовать Казадеи с правом выкупа. В том случае, если лондонская команда попробует купить Влаховича, Ювентус постарается включить 20-летнего игрока в сделку. Воспитанник Интера был приобретен Челси летом 2022-го и отправлен в аренду в Рейдинг. На чемпионате мира среди молодежных команд он забил 7 голов за сборную Италии и стал лучшим бомбардиром и игроком турнира. Главным тренером PSG может стать бывший хавбэк команды Тьяго Мотто. По данным Фудмеркато, работающий в Болонии специалист готов возглавить французскую команду и ждет соответствующего сигнала. Руководство итальянского клуба ожидает, что в начале следующей недели Мотто снова встретится с представителями парижан и рассчитывает получить ответ на счет его будущего не позднее четверга. Болония уже начала поиск замены 40-летнему тренеру в приоритете Андреа Пирлом. Также есть варианты с Дженаро Гатузо, Габриэлем Чиофи и Грам Тудором. В Болонии все меньше и меньше верят в то, что смогут сохранить Мотто. Барселона намерена выручить более 30 миллионов евро от трансфера Франко Кисье. Каталонский клуб выставил 26-летнего полузащитника на продажу. Кисье интересен ряду клубов, но Блоуграна отпустит игрока только в том случае, если получит предложение на сумму около 35 миллионов. Руководство Барсы планирует сохранить Кисье, если желаемая сумма не будет предложена. Больше в команде нет игроков такого плана. В клубе считают, что лучше оставить Хабека в составе, чем соглашаться на недостаточно выгодное предложение. В прошедшем сезоне Ла Лиги Кисье провел 28 матчей. Арсенал уверен в том, что подпишет Кая Хаверца и Деклана Райса этим летом. Как сообщает журналист Sky Sport Флорин Плетенберг, уверенность Арсенала в трансфере этих футболистов очень велика. В Арсенале не сомневается, что подпишут Хаверца, даже несмотря на то, что Челси отклонил первое предложение о его трансфере. На подписание Кая настаивает тренер Арсенала Микель Артета. Переговоры с обоими игроками находятся на продвинутой стадии, а Бавария, которая также заинтересована Хаверце, пока не делала предложений по нему. Следующая встреча руководства мюнхенцев по поводу трансферов запланирована на следующую неделю. Также сообщалось, что Арсенал предложит более 100 миллионов фунтов за Райса. За Хаверца же они не намерены платить требуемые 75 миллионов фунтов, но Челси готов проявить гибкость в переговорах. Манчестер Юнайтед может попытаться подписать Харри Кейна следующим летом. Несмотря на отказ Дэниеля Леви от переговоров по Кейну с клубами английской премьер-лиги, Эрик Тенхак считал, что у Юнайтед есть реальный шанс на трансфер форварда из Тоттенхэма этим летом, так как его контракт рассчитан до 2024-го. Директор Юнайтед Джон Мерта изучил возможность трансфера, но сделал вывод о том, что позиция Леви серьезна. Президент Тоттенхэма не готов расстаться с Харри этим летом, даже несмотря на риск потерять его бесплатно в следующем году. Юнайтед решил, что не может потратить все трансферное окно на попытки переубедить Леви. Даже в случае успеха сделка была бы оформлена к концу августа, и это не устраивает Юнайтед. Тенхак разочарован, но принимает сложившуюся ситуацию. Как пишет The Athletic, теперь МЮ надеется, что Кейн никуда не уйдет до истечения срока действующего контракта. Реал, Бавария и ПСЖ контактировали с Тоттенхэмом по поводу возможного перехода Харри, но игрок предпочел бы остаться в Англии. Челси, тренером которого недавно стал Маурися Почеттино, также делал запрос по форварду, но Леви ни в коем случае не намерен вести переговоры с лондонцами. Манчестер Сити нацелен на приобретение защитника РБ Лейпцига Йошко Гвардиола. Как пишет журналист Sky Sport Филипп Ханце, Манн-Сити близок к достижению устной договоренности с Хорватом. В ближайшие дни Манн-Сити подготовит предложение в районе 85 миллионов евро для РБ Лейпциг. Однако немецкий клуб просит более 100 миллионов евро плюс бонусы. Сити явно опережать все остальные заинтересованные в игроке клубы. Журналист Флориан Плетенберг добавляет, что летом 2024 у Хорвата будут действовать отступные в размере 110 миллионов евро, но Йошко хочет сменить клуб этим летом. В минувшем сезоне Гвардиол провел 41 матч за РБ Лейпциг во всех турнирах. Продолжение следует...